Всем привет, ребята, с вами снова Диана, и это очередной выпуск Q&A, видео, в котором я отвечаю на ваши вопросы, и все эти вопросы вы мне можете спросить на моем аске с хэштегом Q&A. Все, вы это знаете, передо мной компьютер, и я сейчас буду читать ваши вопросы, так что давайте начнем. Первый вопрос, который мне задают, начинается с цитаты, так что я вам ее сейчас зачитаю. Хотела бы я знать, зачем звезды седятся? Наверное, за тем, чтобы рано или поздно каждый мог вновь отыскать свою. Читала ли ты Эгзюперий «Маленький пицц»? Что думаешь об этой книжке? Я читала эту книжку очень-очень давно, я не помню, сколько мне было лет, я скажу лет 13-12. Почему я ее читала? Потому что меня мама заставляла читать в это время, я читала очень много приключенческих книжек, романов, но маме это не нравилось, она хотела, чтобы я читала классику. Поэтому «Маленький пицц» это была книжка, которую она мне сказала, читай, ничего не знаю, нравится, не нравится, читай. И на самом деле, потому что мне тогда это было неинтересно, я ничего не вынесла из этой книги для себя, на самом деле я даже не помню половины из того, что там написано. Поэтому, да, вот так вот, мне немножко даже стыдно из-за этого. И у меня в России дома стоит эта книжка, я не знаю, когда-нибудь соберусь ли я ее перечитать, потому что все-таки, насколько я помню, мне было очень интересно ее читать. И, не знаю, напишите мне в комментарии, понравилась ли вам эта книжка, если вы ее читали, и стоит ли мне ее прочитать. Так что, да, все, что могу о ней сказать, не помню, меня заставили ее читать, и немножко жалею об этом. Следующий вопрос звучит так. Диана, было ли у тебя когда-нибудь такое, что ты сказала что-нибудь, а потом через какое-то время пас и вспомнилась? Надеюсь, что ты поняла, о чем я. Я, безусловно, тебя понимаю, о чем ты говоришь, и на самом деле, да, было, и немало раз. Если честно, я сейчас даже не вспомню, к чему это вообще относилось, и насчет чего это вообще было, но я считаю вообще сама, что мысли, они материальные. И если ты постоянно себе будешь бивать голову, у меня ничего не получится, допустим, да, то у тебя на самом деле ничего не получится. Если ты будешь бивать себе в голову, что да, я все смогу, да, все случится именно так, и ты просто как бы себя настраиваешь на то, как оно все в итоге получится, то вселенная решит сделать, как ты именно захочешь. Потому что всегда все самое сложное начинается вот здесь, и поэтому я всегда стараюсь как-то позитивно мыслить, и если мне это не получается, то не получается, но да, мысли материальные, и поэтому всегда надейтесь, всегда думайте, всегда представляйте, как у вас все хорошо, как ваши мечты сбываются, как ваша работа, и как ваши какие-то действия приносят хорошие плоды. Я отвечу еще на 5 вопросов, и они все как бы заданы мне в одной такой вот строчке. Прошу, пожалуйста, так не делайте больше, пожалуйста, потому что мне очень тяжело потом это редактировать. Ну, в общем, последний раз надо делать, ладно. Первое. Как ты адаптировалась в новой школе? Кто не знает, я 3 года назад переехала в Россию, в Корею, и адаптировалась я более или менее нормально, но мне было очень тяжело, потому что менталитет все-таки у людей тут другой совершенно. Я со своими правилами, знаете, вхожу в это учебное заведение, думаю, что все тут такие же, как я, но на самом деле нет, мы все это прекрасно знаем, и это мне было тяжело. А так я очень такой человек, открытый, мне очень легко заводить новые знакомства, поэтому все было нормально, кроме того, что было тяжело подстроиться под новый менталитет. Второй вопрос. Не сложно было в новом коллективе? Нет, было не сложно, потому что очень много людей в моем классе, они такие замечательные люди, и они очень открытые, они очень честные, они всегда меня поддерживают, я знаю, как бы, что бы ни случилось, и я никогда с ними, ни с кем из них не ругалась, мы там, может быть, обижались, да, друг на друга были какие-то терки-нетерки, но я очень рада, безумно классный у меня класс, все отлично. Легко было догонять программу с России в Корее, в общем-то, я учусь в американской школе, если кто-то еще не знает, то есть я не учусь в корейской, корейской школе, и система образования в Америке и в России довольно-таки вообще разные, даже, могу больше сказать, она вообще разная, и то, что нам с вами в России постоянно, каждый год вдалбливают, вдалбливают, в Америке это все гораздо больше, что ты выберешь для себя. Допустим, у меня за все 4 года моей старшей школы мне нужно взять 3 урока математики, 3 урока какой-либо науки, то есть физика, химия и так далее, нежели в России у меня была химия с 8 класса, включительно была 12. и как бы если я не хочу в химике никакие, и там в доктора, то мне эта химия совершенно не нужна, и в американском образовании это больше как бы понимают, что может быть детям это все не нужно, как бы базу они тебе дают, а дальше ты выбираешь сам, вот что мне очень нравится во всем этом, поэтому догонять мне было нечего, только мне было очень тяжело, потому что все-таки английский мой второй язык, и я на нем не так хорошо говорю, и в этом было тяжело, но вот уже третий год в этой школе, и я смотрела на записи, как я разговариваю на английском, первый год, когда я сюда пришла, и фуф, разница, это просто небо и земля, поэтому да, труды принесли свои плоды. И четвертый вопрос, как я учусь? Я учусь на четверке-пятерке, все очень банально на самом деле, пять, в российскую школу не тянет? Нет, абсолютно нет, то, что мне нравилось в российской моей школе, это то, что мой класс, он был очень сплоченный, потому что мы все брали уроки одинаковые, да, то есть максимум, что у нас было разное, это может быть там труды, у мальчиков свои, у девочек свои, и зои пение, может быть, да, и все. А так как я уже сказала, что у нас в американской программе мы для себя каждый выбираем, что мы хотим, то есть люди в моем классе, с которым я провожу два урока, семи, один урок, вообще я могу не сидеть с ними, вообще у меня нет никаких общих уроков с ними, это меня немножко огорчает, поэтому нет такой сплоченности, это больше индивидуализм, что ли, чем нежели у нас в России, мы всегда классом, всегда дружно, всегда ашки против бэшек, против бэшек и так далее, ну, вы понимаете, да? Единственное, почему я скучаю, это вот этот вот, а так, нет, меня абсолютно не тянет в российскую школу. Так что да, это были все вопросы на сегодня, я прошу вас, опять-таки, пожалуйста, задавайте мне вопросы в ад к моему, я кину вам ссылку внизу, все есть, с хэштегом Q&A, вы это узнаете уже, не думаю, что мне нужно повторять это в какой-либо раз. Также прошу вас, пожалуйста, не отсылать мне несколько вопросов в одном, лучше мне спросите по одному, мне так будет легче, очень отвечать, редактировать это все, пожалуйста, помните меня. Третье, это то, что я создала новый инстаграм, потому что я в один день психанула и удалила в твиттер, фейсбук, все-все-все, вот это, поэтому новая ссылка внизу, и да, вас впереди ждет очень много новых видео, потому что Диана на каникулах. Я вас очень всех люблю, и пока-пока. Какие произведения из программы Школьной Территори тебе запомнились больше всего? Ребята, Великий Гэтвей. Только засела мне эта книжка, потому что она настолько реальная, и там вот настоящие проблемы. Пока. Продолжение следует...